Мы с вами начинаем изучать курс программирования. Данный курс является основополагающим или базовым курсом. Освоив этот курс, вы в дальнейшем сможете изучать технологию объектно-ориентированного программирования, другие языки программирования, работу с базами данных, ну и так далее. То есть это базовый курс, на основе которого можно будет наращивать свои знания в любой сфере, оставившейся программирования. Курс состоит из лекционных материалов, практических и лабораторных. Практическая реализация курса будет осуществлена на языке C++. Сегодня у нас первое занятие, первая лекция, которая называется «Понятия алгоритма и виды алгоритма». Мы с вами познакомимся не только с понятием алгоритма, алгоритмизации. Просмотрим основные типы алгоритмов, их свойства и способы записи. Алгоритм – это последовательность четко определенных действий, выполнение которых ведет к решению поставленной задачи. Алгоритм, записанный на языке машины, есть программа решения задачи. То есть алгоритм – это совокупность действий, приводящих к достижению результата за конечное число шагов. В целом алгоритмы, они вокруг нас, вся наша жизнь подчинена определенным алгоритмам. Любой алгоритм обладает такими свойствами, как дискретность, детерминированность, конечность, массовость и результативность. Прежде чем рассмотреть эти свойства, следует сказать, что вместе с понятием алгоритм имеется такое понятие, как исполнитель алгоритма. Исполнитель алгоритма бывает человек и исполнитель машины. То есть к машине относятся не только компьютер, любое вычислительное устройство, сотовые телефоны, возможности. Вот все, что не человек, все, что не живое существо. Свойства алгоритма. Свойства дискретности – это разбиение алгоритма на ряд отдельных законченных действий или шагов. То есть, например, алгоритм подготовки домашнего задания. Во-первых, вот первый шаг – повторить лекционный материал. Второй шаг – внимательно просмотреть условия задачи. Третий шаг – решить задачу, прогнать на компьютере. И четвертый шаг – подобрать контрпримеры. Пятый шаг – попробовать модифицировать задачу. Например, такой алгоритм. Дискретность означает, что у нас каждый шаг, он законченный. То есть, первый шаг – повторить физический материал. Мы его повторили, этот шаг закончился. Второй шаг – прочесть условия задачи. Мы его выполнили, прочли, поняли, на этом шаг закончился. И так далее. То есть, любой алгоритм дискретный. Детерминированность – это свойство, которое требует, что любое действие алгоритма должно быть строго и недвусмысленно определено в каждом случае. То есть, другими словами, команды алгоритма должны входить в систему команд исполнителя. То есть, исполнитель должен понимать, что вы хотите. По-другому, детерминированность говорят еще как определенность. То есть, свойство определенности, например, если вы говорите, решить задачу найти дифференциальное уравнение, решить дифференциальное уравнение, и это задание вы даете школьнику шестого класса, он вообще не понимает, о чем вы говорите. То есть, эта задача не входит в систему его команд исполнения. Конечность – каждое действие в отдельности и алгоритм в целом должны иметь возможность завершения. Массовость – один и тот же алгоритм можно использовать с разными исходными данными. Или же еще говорят – один и тот же алгоритм предназначен для решения целого класса подобных задач. Результативность – алгоритм должен приводить к достоверному решению, к результату, даже если результат отрицательный, он считается результатом. Выделяю такие способы записи алгоритмов, как словесная запись, это запись на естественном языке, псевдокоды, графическая схема, программа. Остановимся на них поподробнее. Словесная запись. Словесный способ записи алгоритма – это запись на естественном языке. Например, задача – найти частное двух чисел, когда алгоритм заключается следующим образом. Первое – задать два числа, являющиеся делимым, и делителем. Второе – проверить, равняется ли делитель нулю. Третий шаг – если делитель не равен нулю, то найти частное и записать его в ответ. Четвертый шаг – если делитель равен нулю, то в ответ записать нет решения. Этот же алгоритм можно сформулировать немножечко по-другому. Первое – вместо команды «задать два числа» можно ввести команду «вести два числа». Вместо команды «проверить, равняется ли делитель нулю», можно сказать, является ли второе число ноль и так далее. То есть словесный способ записи алгоритма, он не строгий. Здесь главное, чтобы подходил смысл. А какими словами вы описали алгоритм, не столь важно. То есть один и тот же алгоритм, два разных человека могут записать по-разному. То есть естественный язык, неформальный язык. Псевдокод. Псевдокод является промежуточным языком между естественным языком и программным языком, языком программированным. Для псевдокода существуют специальные базовые управляющие структуры. Например, присваивание, это мы когда-то переменное слева, присваиваемое число или значение, которое находится справа через знак «равно». Команда «ввод данных» в скобках аргументной, команда «вывод данных» в скобках результат подсчета, например, либо же, если это в кавычках, то какая-то строковая информация, текстовая информация. Есть такая структура, как ветвление, которое необходимо для выбора одного из двух возможных действий. Если условие истинно, то выполняется действие первое. Иначе, когда условие ложное, выполняется другое действие, действие два. Ну и такая структура, как повторение. Эта структура позволяет в алгоритме выполнять действие несколько раз. Пока условие истинно, начало пока, выполняем действие, конец пока. Со структурами ветвления и повторения познакомимся чуть-чуть позже. Тот же пример «Найти частное двух чисел» записан на псевдокоде. Начинается заголовка алгоритма, служебное слово «Алк», дальше название, нахождение частного двух чисел. Начало алгоритма. Вывод. Вывести текст «Задайте делимое делитель» и ввести два числа. Проверяем. Если делитель не равен нулю, то частное равно. Делимое делим на делитель. И вот то, что получили здесь, записываем в частное, выводим результат. Иначе, если делитель оказывается ноль, мы говорим, выводим текст «Нет решения». Конец алгоритма нахождения частного двух числа. То есть вот это вот псевдокод. Графическая реализация алгоритма представляет собой блок-схемы. Блок-схема – это совокупность блоков определенной формы, соединенных стрелками. Причем каждый блок имеет свой смысл. Блок «Начало» и «Конец». Блок схемы или алгоритма обозначается овалом. Блок ввода данных – параллелограмм. Блок выполнения действия – прямоугольник. Блок условия – ромб. Блок вывода данных – вот такая фигура. У некоторых авторов блок ввода данных и блок вывода данных обозначают параллелограммы. Но с графической реализацией алгоритма вы встречаетесь практически так же везде в жизни. Это может быть схема сборки мебели, это может быть схема сборки детской игрушки от «Киндер», это может быть направление движения, которое в больших зданиях показывают, по стрелкам, куда идти, чтобы найти выход. В принципе, графическая реализация алгоритма, она тоже встречается в нашей жизни довольно часто. В математике это может быть формулы, как графическая реализация. Различают три основных вида алгоритма. Это линейный алгоритм, разветвляющийся алгоритм и циклический алгоритм. Виды алгоритмов зависят от структур, от базовых структур, которые мы только что рассматривали на псевдокоде. Линейный алгоритм – это алгоритм, в котором действия выполняются однократно и строго последовательно. Например, составить алгоритм вычисления значения функции «у» равное синус х плюс корень квадратный из х. Для того, чтобы вычислить значение данной функции, мы должны знать, чему равно х. Поэтому наш алгоритм будет иметь следующий вид. Начало алгоритма. Мы вводим х. Так как мы уже х знаем, мы это введенное х подставляем в формулу, вычисляем правую часть по формуле, полученный результат присваиваем у, выводим аргумент и то, что мы получили результат, и на этом наш алгоритм закончился, то есть конец алгоритма. Это самые простые алгоритмы. Разветвляющийся алгоритм – это алгоритм, в котором в зависимости от условий выполняется либо одна, либо другая последовательность действия. Различают полную и неполную форму ветвления. Вот на экране у вас пример полной формы ветвления. Полная форма ветвления выглядит следующим образом. Если условие, то действие первое, иначе действие второе. К примеру, составить алгоритм вычисления значения функции у по формуле. То есть если х больше 3, то наше у – это квадратное уравнение. у равное х в квадрате плюс 4х плюс 21. Если х меньше или равно 3, то это линейная функция у равное х плюс 3. Для того, чтобы найти значение у, мы должны знать значение х первое, и второе мы это значение должны сравнить с тройкой. То есть начало алгоритма. Мы вводим наше х, сравниваем это х с тройкой. Если х больше 3, то вычисляется у по формуле х квадрат плюс 4х плюс 21. Выводится, вот по стрелочке дальше, выводится значение х и у, и на этом наша программа закончилась. Если же введенная х оказалась меньше или равно 3, то мы у вычисляем по формуле х плюс 3. Потом точно так выводим наши аргументы х, у, и заканчиваем наш алгоритм. Это полная форма линейная. Неполная форма – это тот случай, когда нету ветки вот по… Нет. По левую сторону, да? Алгоритма. То есть, например, этот же пример вычислить значение у по формуле х квадрате плюс 4х плюс 21, если х больше 3. В противном случае ничего делать не надо. Тогда наш алгоритм будет выглядеть так. начало, вот х, если х больше 3, да, вычисляем у, выводим х, у. Если нет, то ничего не вычисляется и сразу уходит вниз. Циклический алгоритм – это алгоритм, в команде которого повторяется некоторое количество раз подряд. Различают цикл пока и цикл до. Цикл пока звучит следующим образом. «Пока условие истинно выполнять». То есть, у этого цикла сначала проверяется условие, и только потом выполняется тело цикла. Если условие изначально неправильно, то цикл не сработает ни разу. Цикл до звучит следующим образом. «Выполнять до истинности условие». То есть, сначала выполняется действие, потом проверяется условие. И цикл до выполняется хотя бы один раз. Например, составить алгоритм вычисления значений функции y равных под x для всех значений аргумента x на интервале a, b с шагом h. То есть, мы должны знать значения интервала a и b и знать наш шаг. Вводим a, b, h. x присваиваем левый конец интервала, то есть a. Дальше вычисляем y по формуле. Находим следующее значение x, то есть шаг сдвига. Выводим наше x равное a и y f от a в данном случае. Проверяем x, так как мы x уже изменили. Проверяем, дошло до правой границы или не дошло. Если не дошло, то мы возвращаемся. Вычисляем y f от x уже x с измененным шагом. Тут уже x, x плюс h. Обратно изменяем x, выводим результаты и опять проверяем. И так до тех пор, пока x не дойдет до границы правой, до b. Как только x станет больше, чем b, мы выходим из цикла. На этом алгоритм наш завершается. Более подробно с циклическим алгоритмом мы познакомимся на практических занятиях. На экране у вас вопросы для закрепления и упражнения, которые вы должны выполнить. Итак, сегодня мы с вами познакомились с понятием алгоритма. С типами алгоритмов сказали, что существует три типа, это линейно-разветвляющиеся циклические. Со свойствами алгоритмов. Сказали, что наряду с понятием алгоритма есть такое понятие, как исполнитель алгоритма и система команд исполнителя. Более подробно с алгоритмами, с типами алгоритмов мы с вами будем знакомиться в процессе изучения программирования. Литература. Более подробная литература у вас в силабусах. В принципе, насчет литературы можно использовать любые источники. Это информация в C++. Имеется информация. Субтитры создавал DimaTorzok